В универсально-спортивном комплексе Подмосковья состоялся областной финал по русским шашкам среди школьных команд всероссийского турнира «Чудо-шашки», который проводится в нашей стране на протяжении более полувека, начиная с 1966 года. Эти состязания стали одними из самых значимых для Федерации шашек России. Достаточно опытные спортсмены, шашисты и соревнования достаточно знаковые проводятся среди школьников до 14 лет. То есть здесь собираются финалисты, 30 финалистов, 30 школ, из участвующих в данных соревнованиях 552. Все муниципальные округа, 60 на тот момент участвовали в этих соревнованиях, и лучшие ребята, которые показали хороший результат, приезжают сюда на финал. Соответственно, финалисты едут на Россию. Мне только что сказали, что здесь очень неплохо развиваются шашки, может быть, об этом поговорим. Ну, вы же понимаете, я как президент Федерации шашек Московской области не имею сейчас права заранее приоткрывать занавес, приоткрывать кулисы. Но да, мы превосходно все понимаем, что сегодня основной конкурент у 29 оставшихся команд – это ваша 12-я школа. У вас действительно очень сильные спортсмены, у вас очень сильная, достойная команда, которая по расчету, по расчету многих, скорее всего, сегодня и выиграет. В судейскую коллегию областного первенства входят арбитры высокого уровня. Среди них судей первой категории Елена и Иван Илясовы. Они не просто любят шашки, как высокоинтеллектуальный спорт, но и занимаются им уже много лет и добились в этом виде спорта очень высоких результатов. Иван занимается шашками с 6 лет. Он мастер спорта России, 11-кратный чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы по русским шашкам, 2-кратный чемпион мира по стоклеточным шашкам. А недавно, в марте этого года, он подтвердил титул чемпиона России, выиграв в 10-й раз первенство страны. С точки зрения теории, есть миллион коньих по шашкам с разными вариантами. То есть нельзя сказать, что это такая простая игра. Там много нюансов, много дебютов. И человек, не знающий теории, он ничего из себя не представляет, он, значит, будет слабо играть. Даже если он хорош там в счете, то теория необходима в шашках. Состязания шли целый день. В них было 8 туров. Девочки и мальчики из Даши Щелковской команды играли очень уверенно. Это было видно даже и потому, как быстро они вставали из-за игровых столов и какие у них были результаты в каждой из встреч. В итоге наши щелковские шашисты заняли первое место. В команде победителей играли София Цычева, Полина Аксиненко, Искандер Салихов и Андрей Дорофеев. Путь к победе был для наших юных спортсменов очень непрост. Сначала они на предыдущих этапах турнира играли в онлайн формате, а потом уже в очном. И выиграли очень многих школ, как в нашем округе, так и в полуфинале областном. И таким образом вошли в число призеров, которые сегодня стали их соперниками и тоже боролись за выход на всероссийское первенство. Она сначала выиграла полуфинал, команда 12-й школы выиграла полуфинал, а сегодня команда 12-й школы городского округа Щелково победила в финале. Было всего около, наверное, 300 команд по всем вообще, по всем школам. Отобрались лучше 30 в финал. Чему учат шашки? Они ни чуть не меньше шахмат развивают логику, мышление и память. Нам рассказали, что у тех, кто добивается успехов в этом виде спорта, развиваются феноменальные способности ко всем предметам в школе. И одновременно крепнет нервная система, играть ведь надо быстро и без ошибок, и складывается бойцовский характер. А все это вместе дает им и их учителям, не говоря уже о родителях, надежды на перспективное будущее растущих талантов. Согласитесь, нам всем интеллектуалы очень нужны. Андрей Циханович, Валерий Жглей, Щелковское телевидение.